Всем привет, дамы и господа, с вами Крестоносец, и сегодня продолжаем цикл видео из Ultimate Apocalypse Мода версии 1.8.3. Вашему вниманию представляю обещанный пехотный бой за хаос против космодесанта на максимальном безумном уровне сложности. Давайте посмотрим, как это было. Поехали. А бой необычный, обещал я сыграть только через трех хаосистских героев, и против меня целая рота ультрамаринов. Карта Долинок Хорна. Где же еще хаоситам встретятся со своими заклятыми врагами? Апокалиптический вариант карты здесь имеется у каждого по термогенератору. Ну и для предельного усложнения я выставил высокий прирост, чтобы у космодесанта было огромное количество свободных ресурсов, необходимых ему для спама. Ну и в два с половиной раза выше прирост ресурсов у безумного компа, но у Амоди, чем у человека. Информация для тех, кто не знал. Трое против 226. В космодесант, естественно, есть также. Свои герои, которых он может прокачать максимально. С таким количеством свободных ресов прокачаться до того же Чаптер Мастера ему не составляет никаких проблем. А вот сильнее ли он, чем Лорд Хаоса или два Варлока? Посмотрим. Пока идет застрой, расстрой начальный. Битва основная развернется через несколько минут. В таком бою очень важно играть крайне быстро. Ну, в принципе, та же ситуация, что и в сражении на кодекс моде один против двоих или троих. Если вы очень долго тележетесь, развиваетесь, долго думаете, ни к чему хорошему это не приведет. То есть первые же атакы вас могут накрыть. И даже если вы отобьетесь и будете сидеть у себя на базе, полномерно развиваясь, противник накопит достаточное количество сил и сумеет вас уничтожить, просто смяв числом, захлестнув, окружив, навязав ближний бой. А Терминатор, кстати, у Космодесанта самый жесткий, пожалуй, на Ультимейт Покалипс Муде. Даже более жесткий, чем у Инквизиции. Ну, может быть, Паладина сравнятся с ними, но все-таки это уже не Терминатор. Дело в том, что если штурмовики, ветераны или Терминатор штурмовые начинают вязать в ближнем бою своими когтями уже проапгрейдженными любое подразделение пехотное, будь то вражеские Терминаторы или герои, они теряют возможность использовать свои обилки. То есть пока вы не отцепитесь от этих цепких объятий смертельных, то вас забьют. Снимут щит с того же Лорда, и он не сможет уйти, оторвавшись из двойного кольца, скажем, двух отрядов Терминаторов. Но, возможно, и различные обходные пути, обходные маневры. То есть один из варлоков, колдун Зинча, может ставить портал после определенных апгрейдов, который позволит разбросать временно Терминаторов вокруг Лорда, и он может свалить. То есть это один из вариантов, как можно уйти из-под такой атаки. Ну и, конечно, их мощные обилки. Лорда можно вкачать будет и до Терминатора своеобразного, то есть навесить на него Терминаторскую броню, дать ему сдвоенную тяжелую пушку и силовую клешню, древнюю силовую клешню Хаоса, который наносит чудовищный урон в ближнем бою. Итак, я в Т-2, застраиваю Термогенератор и строю сразу врата для вывода первого варлока. Лорд уже строится. Делаю первые апгрейды по влиянию и по энергии. Даже на высоком приросте резов может не хватить до первой атаки космодесантника. И вот он, первый контакт. Кроме, естественно, культистов, никакую пехоту я здесь выводить не планировал. Они были нужны только для захвата точек. Ну и я сразу же их побежал сливать. Дамаг они практически никакой не наносят. Для спейс-маринов это вообще семечки. И тем не менее, комп, не зная, сколько точно у меня есть подразделения, решил подождать своего командора, прежде чем их уничтожить. Очень осторожно, скажем так, запасливо он играет. Вначале без излишнего риска. Выходит у меня лорд, который очень долго строится, ну как в принципе и командору космо, может быть даже чуть дольше. Ну, раши за космо тоже не получится против хаоса. Я мог вывести буквально два отряда ХСМов, даже без лорда, на Т1 и сразу же уйти в Т2. И отдэвиться на базе до своих же варлоков. Ну и вот он начинается бой. Колдун Зинча создан, лорд создан. Грейды идут. И вот она сила темных богов. Щит практически не может командор у колдуна снять, а сам уже потерял больше половины ХП. Этот щит я сейчас сам отключил. Чтобы восстановиться. Для более критической, скажем так, ситуации. Которая могла возникнуть, ибо космодесант уже так же в Т2, у него есть девастаторы. И он начнет сейчас грейдить своих героев. И вот портал, о котором я говорил, видите, кидая в гущу спейс-маринов. И пока он не уничтожен, они не могут встать, попали в ловушку, вварпуют. А вот пошли и обилки. Повторяю, использую в этом бою только героев. Чем бы он не закончился, если космодесант прорвется, значит победить здесь, по крайней мере, у меня не удалось. Дело в том, что был уже подобный бой против орков. Тогда я победил очень быстро за трех героев. Но орк это не космодесант. Это было на предыдущей версии тиммейт по Калипсу. Так, космодесант гораздо сильнее пехоты, чем орк. Я имею в виду, когда играет за него искусственный интеллект. Да и сейчас орка нерфанули, его спам достигается гораздо позже. И поэтому так просто вы не сможете бесплатных рубах там на 7-8 минуте вывести. Космос сильнее, чем орк сейчас в пехотном бою. Ну и сомнение некоторых товарищей, особо скептически относящихся к ультимейт по Калипсу моду, брали после боя, когда я играл на проломе вместе с демонами. То есть некоторые мне там написали, вот демоны сделали бой, ты там из-за спины у них настреливал героями, а ты бы один бы сразился, тогда бы тебя разорвали в клочья. Ну так вот, в том бою я использовал не только героев, но и технику, и терминаторов. Хотя большая часть уже не была в подразделении уничтожена именно героями. Сейчас нет никаких здесь демонов, чтобы меня прикрыть. Сейчас только три колдуна и рот ультрамаринов. Я думаю, что в этом бою все точки над И будут расставлены, и больше подобных сообщений не будет. Либо пан, либо пропал. Воткнул варпу воевраль, Врата, прям перед БАДой космодесантника. Ну, выйти-то он может, но какое-то время на их уничтожение он потратит, чтобы они ему не мешались. Я мог воткнуть еще ближе их, то есть вообще переградив им проход, но так было бы неинтересно. Так, у него был выбор, обходить или уничтожать их. Часть подразделения все-таки просочилась, за них, вместе с Капелланом, ветераны. И вот он удар, пульсация одного из варлоков, уничтожающая всю пехоту на карте. Стоит активация полторы тысячи влияния и тысячи энергии, напоминаю. Отрываюсь от них, дело сделал, часть пехоты у них уничтожил. Конечно, элитные терминаторы или ветераны не были полностью аннигилированы этой обилкой, но тем не менее, хп у них слетел капитально, да и боевой дух просел. Спрашивали меня, кстати, что можно выводить из этих врат. Выходит ли из них пехота? Нет, из них выходят только титаны. И то, если вы соответствующим образом проапгрейдились и прокачались, развились до возможности их выхода. Попытка библиария против трех героев заканчивается ничем. Снимает с него щит практически моментально, выжигает своим гернальным пистолетом Лорд Хаоса, и варлоки убивают его. Еще одни врата. Вот теперь я поставил уже их на проходе, потому что Космо начал наглеть и переть уже более активно, к тому же у него появилась продвижная защита в виде имбовых турелей. 2-го уровня. И у него появились терминаторы, что самое неприятное. И снова удар пульсацией, и бью одновременно колдуном Дзинча по его защите. Упорстве Космодесанту и Ультрамаринам не занимать. Даже вытягивающая из них энергию и жизнь. Обилка одного из колдунов не мешает им продолжать биться. А я продолжаю с дистанции разрушать их оборону. С метеоритными дождями, пси-ударами. Ультрам, ультрам. Не получилось у меня нанести скрушающий удар, пси-удар по ветеранам. Не разбросал он их, и вот контратака космодесанта. Но воров успел уйти, тем не менее. Проапгрейдил я своего лорда до терминаторской брони. Дал ему колешню варпу и... Сдвоенную тяжелую пушку. Ставлю бомбу и еще один удар. Пульсации. Штурмовые терминаторы. Наконец-то... Свою имбу пытается использовать космодесантник, но не все так просто. Попадают они опять в варповую ловушку, правда очень быстро ее разрушают. А я тем временем втыкаю третье варповые врата уже на базе у космодесантника, чтобы отвлечь огонь на них всей его обороны. И вот ставлю бомбу лордом и быстро оттуда сваливаю. Оборона космодесантника трещит по швам. И заметьте, кроме трех героев, войск у меня нет вообще. Но вот были начальные пультисты и повторяюсь только три героя. Очередная пилка пульсации. И я перехожу в наступление. Тут уже откровенно пижонился, потому что я мог уничтожить их гораздо быстрее. Если бы врата воткнул непосредственно прямо у его оплота веры, его база разлетелась буквально с одного дачка. А я поставил их рядом, чтобы у него еще были шансы отбиться. Еще одна бомба. Еще одна бомба. Пытаются окружить ветераны лорда. И у них это почти получается, но очередной удар варповыми вратами и пульсация нарушают их дерзкие планы. Продолжение следует... Ну вот, собственно говоря, и все. База Ультрамарина практически уничтожена. От нее остались только тени и прах. И душа космодесантников теперь принадлежат хранителям врат. Этим трем героям, которые выделяются, скажем так, в среде хаоситов. Сколько тысяч космодесантников они убили за свою жизнь. Сколько душ поглотили. И вот сейчас пытаются поймать меня штурмовые терминаторы. Не давай телепортнуться. Буквально мне хватило доли секунды, чтобы уйти из-под удара и... Я телепортируюсь. И еще одна билка. Довершающие начатые. Ну, я здесь решил добить всех космодесантников. Хотя у них осталось всего два здания. Одно недостроенное и главное... Специально не добиваю. Специально не добиваю. Специально не добиваю. Специально не добивайся. 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 Последние минуты боя И последние минуты жизни космодесанта Целая рота не смогла выставить против трех героев Ну, решил я закончить красиво Смотрите, какая сейчас бесконцовка Двое Врат варпа, создающий иллюзию С глазного портала Обилка пульсации Обилка колдуна Дзинча И бомба лорда Эпический фейерверк Знаменующий победу хаоса Опять же сразу не стал добивать и решил собрать всех героев На возвышенности у реликта После чего разнести Их недостроенное здание Именно этот завод производит титанов у космодесанта Ну, естественно, титаны здесь выйти не могли Да он его и не достроил Не судьба ему было это сделать Мало выиграть Надо победить красиво Ну, вот и все Сегодня варповые силы оказались сильнее В этом бескомпромиссном бою Я думаю, что у скептиков все сомнения теперь пропали И сообщения по поводу того, что Затащил там В предыдущем бою За меня кто-то другой За этих героев Что они ни на что не способны Данные сообщения просто-напросто отпадут За своей несостоятельностью Во-первых, за этих героев надо уметь играть Правильно и вовремя применять обилки Их можно уничтожить Зажав и окружив Но если вы прикрываете каждым из них друг друга Если каждый из них блокирует Те или иные способности у противника Опять же, надо знать Против кого вы играете Против какой расы И какие у нее есть возможности И чем можно противостоять им Тогда взаимным самоприкрытием Они могут сделать очень многое Я считаю, что космодесант Может был победить даже в бою с техникой Он практически ничего бы не смог противопоставить Так же, как и через пехоту Потому что техник уничтожается тем же Лордом спокойно Когда он грейдится до своего инфернального Пистолета до косы В ближнем бою Он дредноут там с четырех ударов уничтожает Ну а с дистанцией уничтожает тоже и хищников И самолеты крайне легко Ну а варлоки разбираются с пехотой Давайте посмотрим на результаты Что скажет нам статистика Сухая и неподкупная Ну вот результат на ваших экранах 2350 я набираю по арме Суммарный счет Космо минус 330 Потому что он потерял гораздо больше, чем уничтожил Точнее он не уничтожил вообще никого У меня ни один из героев не погиб за этот бой Единственный раз сняли Два раза меня сняли с колдуна Зинчая щит И все На этом все их успехи закончились Подробный отчет 299 Уничтожаю я подразделения у них Они у меня 35 Но это считается вместе с строителями И с культистами Которые в начале были аннигилированы 35 я потерял Соответственно он 299 38 зданий я уничтожил Он 2 Эти два здания были как раз вратами варпа Ну и 18 размер у меня был армия Это с культистами вместе У него 226 Вот отсюда вот такие общие цифры По ресурсам Я набрал 61 800 Он набрал 93 004 единицы При том, что Последняя, вторая половина боя Его база была практически уничтожена Тем не менее Космодесант меня пересобирал За счет своего Двойного прироста Относительно человека Хотя я проапгрейдил Все, что можно Все, что было возможно И все равно меньше 300 технологий у меня 2460 у него Ну за счет того, что он создал Огромную армию И ее, естественно, вооружил И по общему счету Космодесанник побеждает 95 134 У меня 64 450 Но по факту он проигрывает Причем проигрывает Подчистую в одну калитку Я не сказал бы, что пришлось Даже сильно напрягаться Для меня это был бой В удовольствие То есть я хотел показать Силу колдунов Против их заклятых врагов И Собственно говоря Вот она На ваших экранах Ну и конечно же Мощь лорда Особенно когда он Грейдится до Терминаторской брони До своей тяжелой Сдвоенной пушки И до клешни Это дикая Тоже имба 15 700 У него хп Очень невосприимчивый Он практически к любому урону Щит 3 300 По-моему И тоже его довольно сложно снять Плюс бомба Которая быстро перезаряжается Ну в общем Вы видели сами Все, что я вам тут рассказываю И говорю 23 минуты 30 секунд Шел этот бой Это избиение Можно сказать Космодесанта Ну что ж Надеюсь данное видео Вам понравилось Если да Не забывайте поставить лайк Подписывайтесь на канал Если еще не подписаны И оставляйте под ним свои комментарии На сегодня все С вами был Крестоносец Всем удачи И до новых встреч Пока-пока